Человек-легенда 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 далеко за пределами государства, а школьники на уроках иностранного языка стали с гордостью говорить «Тюмень – столица нефти и газа». Кто работал с ним бок о бок уверяет, и нескольких часов кинопленки не хватит, чтобы раскрыть личность Богомякова. И все же попытались. Здравствуйте, уважаемые тюменцы! Если бы мне предложили охарактеризовать Геннадия Павловича одним словом, оно называлось бы «благородной». Главным в своей деятельности он считал воспитание и умение расставить кадры в организациях и предприятиях, определяющих успешное решение государственных задач. Результатом такого подхода было то, что бюджет страны в значительной доле пополнялся Тюменской областью. И не случайно многие министерства возглавляли люди, прошедшие Тюменскую школу кадровой политики. Кстати, следы этой политики заметны сейчас. С именем Геннадия Павловича Богомякова связаны все великие стройки Западной Сибири. Не только стройки, связанные с обустройством уникальных месторождений, но это и строительство городов, развитие социальной инфраструктуры. Геннадий Павлович запомнился человеком энергичным, патриотом своей страны и патриотом Тюменской области. Мне посчастливилось с ним встретиться в начале 80-х годов, когда меня назначали главным инженером для антона нефти. В то время это была номерклатурная должность обкома Тюменского. Геннадий Павлович послал посыл, что любовь к Тюменской области, любовь к своей профессии, это основное, что сподвинет молодого специалиста к великим деяниям. Мне эти слова Геннадия Павлович запомнились на всю жизнь. Геннадий Павлович был, если не богом воплоти, то уж точно творцом, за которым шли. Я в начале, наверное, Геннадия Павловича видел в большей степени на трибуне, потому что я был комсомольским лидером на Ямала. Он всегда участвовал в конференциях и других мероприятиях, которые проводили комсомольцы. И я видел его на трибуне и восхищался, будем так говорить, его ораторским искусством, его владением ситуацией, его внимательным отношением к людям, в том числе к молодым комсомольским работникам, партийным работникам. И чаще, говорим о деловых качествах Геннадия Павловича Богомякова, но это был еще человек, который очень внимательно относился к людям и это чувствовалось во всем. В эпоху Богомякова тюменцы и все те, кто приехал на эту суровую сибирскую землю создавать нефтегазовый комплекс, решали практически невыполнимые задачи. В частности, давали по 25 миллионов тонн прироста добычи нефти в год. Надо вспомнить тот период времени, особенно период начала 80-х годов, когда нефтяная промышленность переживала очередной кризисный этап, спад объемов производства в Западной Сибири, увеличение планов, необходима была валюта для Советского Союза. И Геннадий Павлович совместно с руководством страны, это приезжали такие великие люди, как Дымшицы, секретарицы ЦК, проводили ежеквартальные совещания в Сургуте, где мы все начальники и главные инженера отчитывались о проделанной работе. В основном связано было с вводом новых месторождений. Вот эти люди, и Шмаль, и Грайфер, и Богомяков, как правило, они вместе проводили эти совещания, и, конечно, те требования, те задачи, которые ставились, они были, конечно, гигантскими. Для нас в то время это были люди-легенды. И действительно, к ним было полное доверие как к специалистам, к ним было полное доверие как к людям, которые видели стратегию и видели этапы ее развития. Я им очень благодарен за то, что вот та школа у нас не дала возможность реализоваться себя не только как генеральным директором одного из западно-сибирских объединений, но уже в дальнейшем как один из руководителей нефтяной отрасли Советского Союза. При этом Геннадий Павлович давал людям право на ошибку и возможность ее исправить, сохранив собственное достоинство. Будучи уже начальником нефтегазодобывающего управления ПОВК «Нефть», мы же строили не только промышленные объекты, мы строили социальные объекты. И в то время я взял на себя ответственность построить магазины из промышленных конструкций. И, конечно, и горком партии, и народный контроль вынесли этот вопрос на бюро АПКО, что это не целевое назначение использования этих промышленных конструкций, но в то время и просто не было магазинов для людей. Поэтому он тогда объективно принял решение, и я не понес партийного наказания. Я даже не знаю, какой бы дальнейший путь, моя судьба была бы, как специалиста, какая моя карьера была бы, если в то время было бы принято то решение, которое требовало народный контроль. Это выигры занесения в учетную карточку, снятие с должности и прочее, прочее. И Геннадий Павлович принял решение, что устно объявить замечание и дать возможность в дальнейшем реализовывать эти уникальные проекты. И сегодня Коголынь, конечно, стала одной из жемчужин Западной Сибири. И ладно бы, если это были единичные случаи. Многие, кто знали Богомякова, имеют такие истории в личной биографии, когда могли и должности лишиться. Мы проводили работу, прокладывали кабеля на 21-й школе. Как говорится, поперек Хохрякова, напрокладывали траншею, уложили кабеля, присыпали, песком, щебнем, не уплотнили. Дождик прошел, разъехались. На утро первый чехитарь на работу, на Волге. Передние колеса-то выскочили, а задние остались в траншеях. Позвонку у нас подняли. Как говорится, 24 часа мы устраняли без последствий. А иногда слова Богомякова и вовсе становились благословением. Или теми самыми заветными словами «Сим-сим, откройся», которые, конечно, с ноги дверь не открывали, но помогали увереннее смотреть в будущее. Непосредственно, чтобы Геннадий Павлович вмешивался в мою судьбу, наверное, не было таких. Но в то время работала четкая система подбора, расстановки, воспитания кадров. Поэтому, значит, все эти ступени я прошел. По крайней мере, собеседования были. Меня несколько раз приглашали на бюро обкома партии, потому что я обходил так называемую номенклатуру. Сейчас это слово почти что ругательное. По большому счету номенклатура – это список тех кадров, которые утверждаются и назначаются партийным органом. Так вот, я, будучи первым секретарем Сарихарского горкома комсомола, первым секретарем Емолонецкого кружкома комсомола, первым секретарем Шурышковского райкома партии, потом первым секретарем окружного Емолонецкого комитета партии, я был в номенклатуре области и всегда назначению способствовало, не способствовало, наверное, а предшествовало, будем так говорить, собеседованию в областном комитете партии, в том числе обязательно состоялась беседа с Геннадием Павловичем Боговяковым. И эти встречи, конечно, были весьма и весьма полезны. Это человек многоопытный, человек, который прошел интересную судьбу, интересный жизненный путь, владел ситуацией, причем он владел ситуацией не только нефтегазовом комплексе, он предметно занимался и сельским хозяйством, я помню, когда по рабодобыче стали говорить, он и в этих вопросах оказался компетентен, и по лениводству тоже, то есть это такая всесторонне развитая личность, я считаю, что повезло нам, что в такое ответственное время первым руководителем был Богомяков Геннадий Павлович. То, что Богомякова отличало харизма и умение владеть аудиторией, отмечали многие и учились. Учились не по книжкам, а по примеру перед глазами. Видя, насколько он разносторонне образован, я пришел к нему и попросил, Геннадий Павлович, направьте меня учиться в аспирантуру Академии общественного наук при ЦК КПСС. Он, ну что, Геннадий, наверное, ты прав. Хорошо. Значит, у нас квота была в прошлом году, но я специально попрошу квоту для тебя, чтобы и в этом году можно было тебя рекомендовать. И он это сделал. Я подготовился, поступил и благодарю ему и за это. Вопрос, откуда у Геннадия Павловича были такие таланты? Хочется сказать, что Геннадий Павлович настойчиво занимался самоподготовкой. В то время, прежде чем удовлетворить плановые цели отраслей народного хозяйства на ближайшие годы, их рассматривали академические институты. На одном из таких заседаний в Щибирском отделении Российской Академии наук выступил Геннадий Павлович. После его выступления можно было увидеть в зале удивленные, восторженные, обиженные и стыдливые лица присутствующих. Не было только сонных. Один из примеров, на мой взгляд, принципиальных. Руководители Министерства рыбного хозяйства протащили постановление о запрете ловить рыбу местному населению и расположенных рядом озер. Что это нелепость, понятно любому здравому человеку. Обусполком в ответ разрешил своим решением ловить рыбу. Ведь деревни строились рядом с озером, чтобы обеспечивать себя питанием. Разбираться приехал заместитель министра. Вел себя непозволительно, нахально. Обещал жаловаться в Центральный комитет партии. Пришлось помочь ему выйти из кабинета, где обсуждалась ситуация. Последствия для меня готовились серьезные. Вмешался Диной Павлович. И нас поняли. И местное население спокойно продолжало ловить рыбу. Ловит и сейчас. Родные Геннадия Павловича знают, откуда у первого руководителя региона такие качества и таланты. Дочь Надежда не сомневается. Это семейная. Они пели всей семьей. То есть у него очень хорошо пела вообще семья. Семья была многодетная. Один из братьев стал оперным певцом в Новосибирске. Остальные все тоже любили. Вот они такие песни. Ну, баргузин, естественно, это вот сразу вспоминается. Очень многие руссконародные песни. Очень многие такие, где там из-за острова Настрежень, вот это вот что-нибудь. Но он еще пел и студенческие песни 40-х годов. Очень юморные, очень такие своеобразные песни, которые, наверное, сейчас не знает никто. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два спотыкается. Вот. Ну, очень много студенческих песен, которые сейчас, наверное, ушли в небытие. От зари до зари, и зажгут фонари, и ренецы студенцы сжатаются. Через тумбу-тумбу раз, через тумбу-тумбу два, на тумбу три, четыре спотыкаются. Геннадий Павлович, конечно, был уникальным еще тем, что он был действительно разносторонне талантлив. Он мог и стихотворение прочитать Пушкина, он мог и арию исполнить. А в обыденной жизни, казалось бы, этот человек недосягаемый, он очень велик. Но я вспоминаю, когда в Москве он пригласил меня в гостинице России, в свой номер, так получилось, что я в это время учился в аспирантуре Академии общественных наук при ЦК ГБСС. Он достает палку колбасы, луковицу разрезает и говорит, угощайся, чем Бог, как говорится, послал. И он потом вот этот свой прием для такого общения, непосредственного, простого, с людьми часто использовал. Но это в его характере было. Быть мужем государственным и простым, интересным человеком вот в такой обиходной жизни. Полагаю, что это и воспитание, полученное в детстве, это гены, это родители, и тяга интерес к дополнительным знаниям, не только к геологическим, в чем он был, конечно, силен, но и к тем другим знаниям, которые делают человека богаче, разностороннее, интереснее. Он таким и был. У Богомякова было отменное чувство юмора. Мастерский использовал меткие выражения. Он был очень веселым человеком. И я не знаю, может быть, этот факт не широко известен, но он играл в театральном кружке, когда был студентом. Они ставили Чехова, и он там играл доктора, я точно помню, рассказывал. Поэтому вот эта искрометность, вот этот артистизм, это было у него еще со студенческих времен. Потом, может быть, это в какой-то степени немножко вошло в такое серьезное русло, когда должность обязывала, да? Ну, он умел это совмещать, умел анекдоты рассказать и песню спеть. Он отменно пел, он отменно пел. И вот я сейчас очень жалею, что он не хотел, чтобы я записывала, и я где-то там под столом, где-то тихонечко, как-то, чтобы себе оставить на память. У него были удивительные способности. Он знал слова Евгения Онегина наизусть, он мог процитировать. Он знал анекдоты всех времен и народов, по-моему, не знаю. Поэтому этот человек-артист был по жизни, то есть такой очень харизматичный, очень веселый. И да, чувство юмора было отменное. Хотя самому в детстве было не до смеха. В военные годы многодетная семья, можно было раскваситься. А Богомяков, напротив, закалил свой характер. Отец у меня родился в Сибири, это станция Тайга. Я вот два года, два или три назад доехал до станции Тайга. Ну, такое место мрачноватое, скажу. Нету какого-то вот этого веселого оживления, как в Тюмени вечером на улицах. Как-то там как-то так прибивает. Ну, суровое такое, такое сибирское место. До меня только дошло, что он родился там 90 лет назад, это было все другое. Это был другой мир, другое страна, другое общество, другие люди. И одно из правил жизни, то есть люди жили вместе, совместно. Если сейчас это такое, как бы, индивидуалистическое общество. Раньше такого индивидуализма не было, поэтому вот он, естественно, как-то, видимо, умел, мог с людьми общаться, находить общий язык. То есть такое качество у него было, на самом деле. Семья Богомякова большая, клан большой, 11 детей было в семье. Ну, вот брат сказал 12, потому что еще мой дед Павел Малахович взял на воспитание детей репрессированного брата. Ну, то есть там, на самом деле, детей было 13 вообще. Вот, и как во время войны было выживать таким количеством, ну, отец в маленьком совсем возрасте, ему не было 12 лет, он ходил на охоту. У него была любимая собака, Роска, и он, значит, добывал зайцев и кормил всю семью. Он очень любил рыбалку, и до последних дней, он, значит, постоянно по телевизору, даже когда уже не мог идти на рыбалку, то смотрел по телевизору. Очень хорошо знал природу, то есть вот это был не охотник, который лишь бы застрелить. Он разбирался в том, утка это или это самец, или это самочка, да, то есть никогда лишнего из природы не брал, и нас слово приучил. То есть если грибы собрал, обработай, если рыбу поймал, сделай. Вот, очень много рассказывал про природу, очень хорошо знал ее, травы знал, знал животных, птиц, следы, ну и как мог этим делился. Поэтому с ним на природе было путешествовать просто очень увлекательно. Богомякову давалась не только политическая кухня, но и самая обычная, бытовая, готовил легко, быстро и вкусно. Его любимое угощение – это печень лосиная. И когда к нам приезжало выездное заседание бюро ЦК Комсомола, он угощал всех членов бюро печени, добытого им лось. Он, конечно, был хороший охотник и любил природу. Вот, поэтому в редкие минуты, когда ему удавалось побыть на природе и отдаться своему любимому занятию, он это использовал. Подробностями служебной деятельности с детьми Богомяков не делился, разве что с супругой, потому что не было принято это в его семье, как и то, чтобы приставлять охрану к единственной дочери. Впрочем, общественного внимания избегать надежды все же не удавалось. Мне лично было сложно, потому что я была человеком очень достаточно скромным, и мне не нравилось внимание избыточное ко мне. А то, что меня никто не стерег и не охранял, я убедилась в этом много раз, потому что я влипала, особенно в юности, во всякие ситуации, когда в походы с друзьями что-то случается, и если бы меня кто-то караулил, меня бы 10 раз спасли. А так приходилось спасаться самой. Он был очень человекопростой в каком плане? Мне разрешалось в гости, как девочке, приводить кого хочешь, друзей. И даже когда я выросла, уже студенческие годы, у меня дома ночевали и встреченные где-то шофера из Сургута, с которыми мы вместе зерно гребли, лопаты на уборочной, да, и это тоже показатель то, что, вот вы говорите дочери, да, губернатора, гребли лопатой, нормально, с грузовиков зерно разгружали. И все время находился у нас многостеприимный приют всем моим друзьям, руководителям моей практики, то есть когда я биологом была. Никого не пугала и никого не останавливала в должность моего отца. Ну и он опять себя вел очень демократично, очень просто. И мне было легко. Вот в этом смысле мне было легко. Может быть, вот это вот бремя, его фамилия, оно какое-то время меня давило, и я была, может быть, немножко, ну как бы это сказать, не доросла, что ли, до этой фамилии. Вот. Потом уже, повзрослев, я начала лучше его понимать, и тогда уже мне открылись и те сильные стороны его характера, и мне стало уже с этой фамилией гораздо проще. Говорят, Геннадий Павлович делал подарки, которые и сегодня согревают сердца дорогими воспоминаниями людям, близким по духу Богомякову. Вручает коробочку, говорит, мы долго с Надей, с Надей думали, «Как тебя отблагодарить?» Ну там события с бахаранами связаны Еленой Дмитриевны, да? И он подарил часы, часы, да? Видимо, ему когда-то, как первому секретарю обкома партии, эти часы были ему подарены, и они в него лежали. Геннадий Павлович Богомяков – это уникальный человек. Он не только большой государственный политический деятель, он еще разносторонне талантливый человек. И, конечно, то, что создан топливно-энергетический комплекс, это заслуга, можно сказать, многих. Но работа велась под началом и руководством обкома партии. А первым секретарем обкома партии был Геннадий Павлович. И он соответствовал своему предназначению. Он внес, конечно же, громадный вклад в организацию работ по освоению нефтяных и газовых месторождений. Кстати, уход с поста, да и в целом с государственной должности, был непростым решением. Но, опять же, по-богомяковски. Мне известна и история, когда его прочили в министры. И на заседании фракции Верховного Совета он не стал подстраиваться под иные мнения, не стал угождать, отвечал, как мне рассказывали, прямолинейно, со свойственным ему твердостью, без лукавства. Это не всем тем демократам понравилось, и его кандидатура была отклонена. Хотя, будучи министром, он сделал еще очень много для нашей страны. Но затем он был человеком, к которому шли, звонили, советовались, консультировались, и он никогда не отказывал от своей помощи, своей поддержки. Пенсия – отдельная строка в биографии первого секретаря. Слишком маленькое это слово в сравнении с таким человеком. На заслуженном отдыхе Геннадий Павлович щедро делился опытом с новыми главами региона и удивлял гостей своего дома в Исецком крестьянским трудом своим богатым урожаем. Он всегда 30-го числа, в день своего рождения, накрывал стол и всегда нас угощал. В первую очередь это свежим картофелем. Здесь уже и помидоры, и огурцы, и море разных сортов зелени. Заходили к нему в теплицу. Трехметрового роста помидора и по 500-800 граммов красные помидоры. Мы без зазрения, конечно, набивали в багажник. Это все от того, что у Богомякова было главное кредо жизни. И знаменитая его фраза, известная всем. Мы должны это сделать. В любом случае это сделаем. Лучше с нами, чем без нас. Это, конечно, его выражение всегда заставляло отмобилизоваться. И каждый думал, да нет, конечно, я буду более ответственно, более ответственно и значимо воспринимать, подходить к исполнению тех или иных поручений. А потому неудивительно, что о Геннадии Богомякове до сих пор вспоминает с теплотой во всех уголках России. Хочу подчеркнуть, что мы о Бог работали 9 лет. В отношениях между нами не было тем, кроме того, как улучшить жизнь в области, при этом, чтобы укреплялось государство. Люди, знайте, этот благородный человек работал на укрепление государства, а значит, улучшение и вашей жизни. Правильно поступили в области, что решили отметить 90 лет жизни Геннадия Павловича Богомякова. Здоровья вам! И хочется добавить, Геннадий Павлович, спасибо вам и светлая память! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова